Время идет, давайте мы дальше пойдем, чувствуется горячая тема пошла, значит на практику вышли. Какие убеждения должны присутствовать на группе? Группа помогает укреплению семьи, она не пытается одного человека в семье выдернуть, воспитать и опять вернуть обратно, нет, это должны делать оба и это укрепляет отношения. Отношения мужа и жены, отношения вас с детьми, то есть наша группа, ваша задача, она практична. Хотя встречаются такие семьи, когда мы подходим, допустим, приглашаем на группу, мы хотим вас пригласить себе на группу, один мужчина так ответил, вы знаете, потрясающий ответ, а зачем нам, у нас уже трое детей. Я был немного в шоке, понимаете, у нас там не группа изготовления детей. Вот он как-то немножко так смутился, но потом они пришли, может быть как раз твоя шутка, она и сыграла свою роль. А второе, что нужно, чтобы люди постоянно видели? Что вы обыкновенный человек, а не какой-то религиозный чудак. Однажды мы пришли в одном университете, вот ректор того университета, где мы должны были читать лекцию, спросил нас. Ну, когда мы ему объяснили, что наша позиция, вот наши лекции, вот план, вот схема всех семинаров. И вот список литературы, которой мы пользуемся. И под номером один идет Библия. Ну, Б, это же вторая буква алфавитка, и получилось так, что как Библия, а потом шли все остальные авторы, которые мы используем. Она увидела Библию. Она посмотрела и говорит, а вы что, религиозные? Он говорит, нет, мы верующие. Она говорит, а это какая-то разница? Мы говорим, знаете, можно быть верующим и не быть религиозным, а можно быть религиозным и не быть верующим. Так вот, мы верующие и не религиозные, а надо подумать. Понимаете, то есть, вы как бы для себя возьмите. Мы считаем, что мы должны быть верующим, но ни в коем случае, мир или людьми. Ну, а как вы уже для себя понимаете, мы, в общем, так, это достаточно много власти на нашем курсе по консультированию. А следующее? Что христианство очень полезно и практично. Это не какой-то слов непонятных слов. И священное писание – это самый лучший учебник по семейной жизни. Ну, и по жизни вообще. Кто-то чей-то брат, кто-то чей-то муж. Описывается много-много судеб, много всевозможных событий. Даже правила ведения бизнеса там описываются. Понимаете? То есть, ну, если вы сами это будете понимать, тогда действительно ваша группа будет максимально практична по любым вопросам. То есть, если мы на Библию будем смотреть не просто как на свод сверху, а Господь нам дал действительно как правило для того, чтобы мы здесь были счастливы. Ну, группа поможет узнать, кто он – Бог. Мы лучше о нем узнаем больше его черт, характера, имен, личности. Конечно. Кто это такой? В конце концов, сейчас полных атеистов нет. То есть, таких людей, которые видят, что только что суши, только то, что нужно потрогать. Таковых нет, так сказать. Ну, это же интересно. Библия учит правила, которые действуют и в повседневной жизни. То есть, это современная книга, которая была написана, несмотря на то, что она была написана много-много лет назад, она актуальна сегодня, и все эти правила, которые там излагаются, они в нашей повседневной жизни вполне реальны и действенны. И важно вот седьмое правило. Вы знаете, вот седьмое правило, может быть, даже можно было поместить под номер один. Хотя бы на время группу принять для себя два положения. Нет, Бог существует, и учение Библии истинно и надежно. То есть, когда к нам, вот бывали такие ситуации, когда кто-то приводил своего неверующего, такого, знаете, агрессивно настроенного друга. Но, вопрос, если он агрессивно настроен, что так пришел? Значит, он не так, что не агрессивно настроен, значит, это маска. И вот мы говорим, знаешь, мы уважаем твое мнение, мы уважаем право на выборы, твоего мировоззрения, но раз ты пришел к нам, вот знаете, два часа. Все. Прими два постулата, как истина. Во-первых. На два часа всего. Во-первых, Бог существует, а во-вторых, Библия истинно в последнем станции. Поэтому, если мы скажем, что нет, то, что ты говоришь, это против, там, противоречит Писанию. Все, не надо ничего доказывать. Потому что наши, вовсе два постулата действия. И внутри этого, пожалуйста, можем, вы знаете, очень хорошо работает, а потом после этого, два часа пройдет, останешься и ну, повторяем. И тогда уже можно будет обсудить то, что возникнет у тебя противоречия. Какое? Между нашим мнением и твоим. Между Библией и твоим. Бог существует, и Библия – это истина. Значит, очень хорошо. То есть, два вообще правила очень хорошо действуют. И, главное, не отвергают людей. То есть, вы заранее предупредили. Понимаете? Вот у нас в самом начале группы ходила одна девушка, она моя студентка, и она как раз одна из тех, которая сказала, можно я приду со своим парнем. И вот она привела своего парня, а он хирург в одном из наших крупнейших больниц. Госпиталей. Он такой перспективный молодой человек, сейчас уже это очень известный профессионал в нашем городе. И вот, значит, это было где-то 10 назад, когда она его к нам привела. Самый первый в этом случае, я вспомнил, о чем ты говоришь. Он сидел так, слушал, слушал так. Ну, что-то пытался там говорить. Ну, в основном слушал. И когда уже мы в 2 часов стали расходиться, мы к нему подошли, ну, как вот вы оцениваете нашу беседу, разговоры? Он говорит, честно, мы говорим, конечно, нам только честно. Вот вы знаете, вот я так сидел, смотрел на вас и думал, ну, вроде умные люди. Вроде образумные. А какой бред несут? Мы думали, наверное, больше не придет. Вы знаете, пришел. На следующую группу он пришел и пришел. И теперь это сам лидер группы, которую он ведет группу, он работает в ЗАГСах по добрачному консультированию людей. То есть, такой вообще горячий христианин. Вот. А началось все вот с того, понимаете? Вот. Ну, мы подумали, ну, почему так? А потому что, действительно, вот он не почувствовал никакого отвержения. То есть, мы действительно побеседовали, мы потом с ним после каждого раза беседовали. И когда он понимал, что никаких противоречий-то нет, это как бы его личное предубеждение против каких-то вещей, да. Вот. И, ну, замечательно. То есть, и таких случаев, действительно, мы наблюдали очень много. Достаточно много вот именно людей, которые так проходят через группу. Ну, теперь мы хотим поговорить о разных ролях, которые играют люди в группе. То есть, приходят разные люди с разными воспитательными там всями возможными характеристиками, характером разным. И ведут себя, соответственно, по-разному в группе. И есть люди, которые помогают в ведении группы, но есть те, которые конкретно уже мешают в ведении группы. И нам нужно отслеживать, различать. Просто то, о чем говорил Андрей, вот если такой оказался в группе, да? Ну вот. Что делать в группе? Какие, во-первых, могут оказаться в этой группе люди? Ну, вот смотрите. Это может быть просто зритель. Вот, как мы говорили про того молодого человека. Он просто сидел. Его устраивает быть просто тихим наблюдателем. Ну, может где-то кивнуть, лыбнуть, сдвинуть брови. Он как бы пассажир, а не член команды. Ну, здесь очень действенное то, о чем мы говорили вчера. Во-первых, ненавязчиво, так сказать, человеку говорить, ну, раз ты к нам пришел, ты же застал. Ну, ты снял член группы. Хочешь ты или не хочешь? Ну, ты говоришь, ты пришел в наш дом. Ты наш гость. Значит, ты член нашей группы. Периодически лично к нему обращаться с вопросом. Ну, он имеет право не отвечать. Мы все равно говорим. Но игрушку, которую вы пускаете по кругу, он хочет, не хочет, он будет в руках держать. И это его причастность. Понимаете, таким образом зритель, хотя бы вот на эти несколько секунд, когда он взял в руки игрушку, он предстоит быть зрителем. Он включается в группу. Вот. Вторая незрелая роль. Называется она монополист в психологии, но мы ее называем брат. Болтон. Ну, не всегда болтон, но всегда брат. Он всегда знает правильный ответ. Ну, еще сестры тоже такие бывают. Ну, просто что это... Ну, как правило, брать себя. Чаще это... Он знает правильный ответ. Он знает, как это должно выглядеть. Он знает, что должно происходить. Он во время разговора может сказать ничего подобного. Перескакать с одной мысли на другую. Он крепко цепляется за свое право говорить все, что думает. Даже если заранее... Но он креп, он считает, что это его прям святое право поправить любого в группе, обвинить... Ты не прав, в Библии вот так написано. И вообще то, что у тебя происходит, это неверно, это несоответствие с Писанием. Вот у нас был один такой брат, вот он пришел к нам на группу, и мы задаем вопрос, и мы всегда задаем вопрос. А как ты думаешь? Вот как ты думаешь, о чем здесь говорится? Как ты думаешь, что вложено в это слово? Он все время говорил четко, теологически обоснованные ответы. И мы говорили, так, мы все знаем правильный ответ. Мы сказали, брат, мы все читаем Библию, не только ты такой умный. Не думай, что... Твое личное мнение по этому поводу. Ну, опять, так, стоп, мы это читали у такого толкователя. Это не твое мнение. Я с ним согласен. Нет, понятно, что я с ним согласен. А твое личное мнение, ты же не можешь быть вообще со всеми согласен. Раз. Но он имеет право не отвечать. Да, он имеет право. Ну, давайте так, говорить твое мнение. И когда мы после группы к нему подошли, сказали, ну, почему-то вот цитаты одни. Он говорит, я вам помогаю. Я же вам помогаю. Он говорит, я смотрю, у вас в группе вообще никто не знает правильного ответа. Я знаю, вы не знаете, я вам помогаю. Мы его успокоились, что мы знаем. Но политика нашей группы несколько иная. Наша политика не вытянуть правильные. Ответы какие-то помогали. Потом к нам на группу пришел брат-два. Было такое прям. Он даже когда звонил нам, он говорил, это брат звонит. А все, брат-два, понятно. Очень трудно провести грани между тем, учит ли человек или его мнение. То есть, понимаете, нам вот тоже важно клеймо. И в самом начале, когда такой человек к нам приходит, он говорит правильный ответ. Мы говорим, мы согласны, ваше мнение. Я тоже так считаю, хорошо, следующий. И через одну-две группы человек уже понимает, что сказать то, что ты переживаешь, какие твои чувства и твое личное мнение, это не зазор. И группе интересно это слушает. Никто тебя не осудит за это. Потому что все знают правильный ответ. И две-три группы, он посидит, послушает. А я же тоже могу быть самим собой. Не обязательно надевать вот эту маску праведности. Или он не будет ходить. Или не ходит. Потому что, как правило, таким братьям, если вы четко скажете, либо ты здесь личность, да, и ты интересен нам, а в ином случае ты не интересен. Если ты на себя надел маску вот такую, знаете, в яйце сидишь, ну, такой человек в группе не интересен. Нет, ты, конечно, можешь продолжать сидеть, но вылези, но постарайся вылези. Ты поверь в том, что ты сам по себе интересен, а не то, что ты вокруг себя нарисовал. И, понимаете, если человек вот чуть-чуть высовывается, группа ему помогает, так сказать, себя осознать. Он видит, что его не ударили по рукам, не осудили его мнением. Люди расцветают. Может быть, даже и неправильно. Знаете, они на глазах расцветают, люди. Вот когда вот этот процесс наблюдаешь в группе, это такая радость внутри. Вот иногда сидишь и думаешь, какую чушь сказал человек, это вообще. Но он сказал это от сердца. И говоришь, спасибо, интересная мысль. Надо этим надо подумать. И продолжаешь дальше. Но в голове сидишь и думаешь, ну, вообще, бред. Как же такое вообще можно было догадать? Интересно, что сама группа потом подведет к тому, что этот человек, знаете, в конце, как правило, скажет. Слушай, знаете, я вот тогда, помните, так сказал? Что-то не то. Надо вот это подумать. Я что-то не то. Я буду думать. И вот, знаете, вот я имел в виду другое, а вот это что-то вообще. Знаете, раз человек сам начинает переосмысливать даже свои слова. Вообще замечательно. Но он не боится вылезти. Понимаете, как классно, когда человек начинает расцветать, как личность у вас на глазах. Это вообще. Вы испытаете колоссальный восторг. И такая радость, понимаете, когда веришь, что человек освобождается. Ну вот, Николай, вы тоже. Скажите, начиная задавать вопросы, вы высказываете, что уже свои права, мнения? Когда до нас доходит очередь. Да. Да вот я и хотел в связи с этим отправить. То есть вы начинаете с кого-то или с себя? С кого-то. С кого-то обязательно, да? То есть нет, не обязательно. Ну если вопрос провоцирующий, например, а вот что в вашей жизни, вот перед чем вам стыдно перед своим супругом бывает? Понятно, это не всем. Как правило, когда собирается очень много людей, ну допустим, 20 человек пришло, конечно, всех пока опросишь. Очень много времени. Поэтому отвечает человек 7-8. Игрушка останавливается. Хорошо, стоп, приблизительно все понятно. Какие-то другие мнения есть? Нет? Следующий вопрос. И уже следующий отвечает на следующий вопрос. То есть у нас идет не то, что все начинают на все вопросы. Ну как правильно игрушку выпускаем? Еще на короткий вопрос. То есть есть вопросы, которые идут, это самое, там, что лично ты думаешь? Я думаю так, я думаю так. Так, еще есть кто-то? А есть вопросы, а кто из вас может высказать, может быть что-то сейчас на сердце есть? По этому вопросу. Человека 3-4-5 говорят. Я взять и не скажу. Но есть вопросы, которые мы пускаем по кругу, ответ, вот с этой игрушки. Вот она идет, идет, здесь человек ответили. Так, стоп. Другие мнения, кроме высказанных, кто-то хочет дополнить. Потому что если мы сейчас все 20 минут будем говорить, да, да, да. Ну это... Вы по каждому вопросу пока в конце высказываете? Не обязательно. Нет, нельзя. И еще один вопрос. Резюме кто подходит? Как правило, я. То есть в конце группы вывод уже делай. Я сижу записываю. И осталось... Ну потом все время Михаил говорит, так, может быть я что-то не понял, может что-то было. Кто-то скажет. Знаешь, Михаил, мне кажется, еще вот это был важный момент. Согласен. То есть вы озвучиваете те важные моменты, которые вы обсудили. Да. Ну чтобы люди... Те важные, к которым вы пришли. Нет, это выводы, понимаете? Вот жемчужины, которые мы нашли. Кто-то скажет мне, вот, а мне задело за сердце вот то, что рассказала Галя. И кто-то еще скажет, да, действительно, то, что мы рассказали, я тоже заставила бы из слепта. Чук-чук, ага, вот то, что сказала Галя, мы записываем. И вот эти все жемчужины в нашей книге. Понимаете? Безрождение невозможно, да? У нас тема про это, мы разом, тема такую, определили суицид. Вот про Аллах, да? И все размышляют на эту тему. Ну, понятно. Ну, видите, вот поэтому... Но какой-то вывод все равно надо сделать. То есть люди с чем-то должны уйти. Потому что если просто посидели, поговорили, ну, это приятно. Но а с чем люди уходят? То есть, они что-то должны унести с собой? Вот поэтому ушли от понятия тема на группе. Потому что когда изучаешь Писание, понимаете, там вот в одном стихе Галатом там может столько тем открыться в группе, понимаете? Поэтому скажем, сегодня обсуждаем тему суетит. А человек сегодня, у него на сердце поговорить о том, что, ну, я не знаю. Созависимость. Созависимость. И он хочет об этом, а он говорит, что на созависимость будем, знаете, у нас по плану через пять дней, через пять групп. А вы всегда успеваете? Нет. Подожди, мы об этом будем говорить, что, значит, успеваете. Понимаете, вот это понятие очень растерянное. Успеть. В ровно в девять мы заканчиваем. Да, ведь успеваем. Но я еще раз говорю, представляете, в Галатов там всего шесть глав. В каждой главе, ну, по двадцать, двадцать пять стихов. Ну, то есть вы себе, допустим, поставили план разобрать сегодня один стих, но вы не успеваете. Хорошо, мы разобрали одно предложение, прекрасно, да, значит, это сегодня наша программа. Да, да, да. И продолжаем на следующий, да. То есть проблем нет. Мы не боимся за программой. Понимаете? Ну, это нас немного раздражает вот эти вот там А7, 2Б8, 3К, там, я даже... Нет, мы не против них, понимаете? То есть мы вчера с вами говорили, есть уровни мышления, в конце концов, есть уровни веры. Может быть, с кем-то это как бы вот начало... Ну, если мы делаем план себе, пройти восемь программ... То есть наша цель – человек, личность, а не программа. И если он вырос из этой программы, нам же надо мыслить относительно этого человека. Поэтому мы ушли от этих вот там групп по общению, групп по конфликтам, групп по созиданию самооценки друг у друга. Это на начальном этапе, это классная работа. Но потом, когда мы увидели, что люди выросли, ну, зачем мы их опять будем запихивать в программы? Понимаете? Были же все-таки, наверное, моменты в вашей жизни, когда они не готовы на группу шли? В основном, если новенький приходит, конечно. Нет, мы готовимся. Всегда, да? Целую неделю, так что мы начинаем... У нас пятницу группу, мы в субботу начинаем готовиться. Даже в пятницу вечером. Так, слушай, на следующий раз вот этот вопрос подняли, как-то он закрылся. Надо будет его понять, потому что очень важный вопрос. Мы там всех заделываем. Мы сейчас сбегаем вперед. Это называется анализ проведенной группы. Давайте мы все-таки, да, пойдем. Следующая роль – принижатель, мистер уныние, который преуменьшает возможности других. У него всегда есть доказательства неправильности чего-либо мнения. Однажды Миша заболел или уехал куда-то, группу вела я одна. И вот там пришел какой-то человек, и он очень агрессивно как-то стал вот так против меня. И один из членов старшей группы, знаете, вот так вот сказал. Так, я не понял. Ты сколько раз Библию прочитал? Вообще? Даже один раз только там, одно Евангелие? А знаешь, сколько раз Надежда прочитала от начала до конца? Ты вообще… Сколько веришь? Вообще не сколько. А ты знаешь, сколько Надежда? Иначе вот так, значит, Надежда туда, того, значит, сюда. Я даже не помню, как я вышла из этой ситуации, перевела разговор. Но потом я сказала, зачем ты так себя вёл? Он говорит, Надя, я почувствовала, что как мужчина, вот у него мужа рядом нет, я тебя защитил. Практически, понимаете, это вот незрелая роль. То есть, несмотря на то, что человек… Вроде был порыв души. Порыв души. И, понимаете, он уже достаточно будет так быть в духовном росте. Но вот, видимо, что-то мужское в нём сработало и переклинило. Слишком сильно чем. Да. Вот. То есть, вот эти вещи, конечно, тут, конечно же, мы как лидеры должны смотреть, в какую роль сейчас человек вошёл. Это зрелая личность. Но вот в этой ситуации он стал, говорят, незрелую роль. Понимаете, да? Вот. Следующая незрелая роль. Мистер всего хорошего. Чувствует себя призванным для юмора. Проводящий всё своё время, как повеса для группы. Будучи равнодушным ко всему обсуждаемого, он всегда имеет остроумное замечание. Ну, тут понятно. Таких людей, вот как и следующих, вот, да, просто, знаете, ограничивать время. Раз время у всех по 30 секунд, чтобы сказать, два предложения на поставленный вопрос. Всё. Ага, пошутил, 15 секунд, всё. У тебя ещё 15 секунд, что в этой группе. Ну, это очень хорошо отрезвляет. Очень хорошо. И когда уже некогда анекдоты рассказывать, вот в самом начале всех групп наших я был мистером остроумным, потому что всегда есть какой-то анекдот, по какому поводу рассказать его, всегда найду время. Но так быстро понял, что это такая роль, которую приводит группа от основной темы, от основной мысли. Нет, юмор – это дело хорошее. Но просто, понимаете, должно быть вовремя и, конечно же… И по времени, понимаете, то есть эти вещи. Вот. Следующее. Проситель. Хронически страдает от навязчивых идей, ищет повода для выступления, чувствует себя обязанным в нанесении тяжёлого времени. Ну, это тоже понятно, да? Такие люди. Не хочешь этого не делать. Не хочешь – не делай. Мы уже говорили, как это своеобразная манипуляция. Ну, в общем-то, они все как бы роль манипуляции в данном случае. Мистер Угрюмый. Постоянно в обиженном настроении, особенно сердце, когда не принимается его взглядом. Мистер Угрюмый, да. Постоянно обиженный. Ну, ваша задача – быть предельно вежливой, если мы обиженными людьми. Все, то есть, как бы, понимаете? Ну, и что самое интересное, если человек обиженный будет ходить на группу, он сам вылезет из этой обиженной скорлупы. Нет, из обиженной скорлупы. Это же скорлупа. Но он вылезет, он будет полноправным членом и возьмёт на себя зрелую роль. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Посмотрите, какие зрелые роли в группе? Предлагатель, инициатор идей, действий, продвигает дискуссию. Ну, чаще всего – это, конечно же, ведущие группы, которые готовят её, потому что от него должны исходить в основном вот эти вот направления и следить, чтобы группа не ушла слишком уж далеко от основной идеи. И если вдруг вы увидели, что в вашей группе вырос ещё один человек, который замечательно играет любую зрелую роль, мы советуем вам – отдайте ему. Потому что, понимаете, чем больше вы будете зрелых ролей, так сказать, ну, вы, по идее, вы вообще как ведущий должны зрелые роли все только зрелые играть. Не быть ни одним, ни зрелым. Это понятно. У нас было несколько таких человек. К каждой группе я готовился, но вели её они. То есть я им говорю – следующую группу давай ты будешь вести. Они готовились, я тоже готовился. И получалось одновременное ведение группы. То есть, понимаете, какая вещь? То есть, как бы человек вёл, но он прекрасно знал, что мы тоже готовились к этой группе. И, понимаете, интересно, что когда вот это вот идёт как бы не монопольное ведение, а два, потом подключается третий, четвёртый играющий зрелую роль, всё, группа работает сама на себя. Ну, что, Наташа? Например, есть на группе вот у меня женщина. Она мне звонит и говорит – Наташа, я поняла смысл вашей группы, у меня есть хорошие идеи, я распечатываю материал, я вам принесу. А материал откуда? А, ну, замечательная женщина, писательница, говорю, кто? Елена Уайт. Говорю, вы вообще в курсе, кто эта женщина? Да, в курсе? Она вот там оттуда. То есть, все мы знаем, откуда. Ну, понимаете, то, что это Елена Уайт, не значит, что у неё нет никакого зерна идентина. Как реагирует на то, что человек приносит свои какие-то идеи? Замечательно. Это вот тот самый предлагатель. Да, да, да. Естественно, нужно, чтобы приносились эти идеи. И в идеале они должны приноситься без вопросов. Наташа, а можно я идею скажу? Понимаете? По идее, вот, группа – это, по идее, должно быть, собрание свободных личностей, которые без спроса могут предложить группе идей. И группа уже – идея отфильтровывая. Не вы. А в идеале, если ваша группа дорастает до такой момента, когда группа сама отфильтровывая идея. И когда она говорит, допустим, ту же самую идею из Елены Уайт, замечательно. Слушайте, это же правда. Это не противоречит не Саню. А вот следующее, то, что вы сказали. Давайте об этом подумаем подробнее. Как вам кажется. И начинаете обсуждение. Но опять это в контексте, скажем, если вы изучаете Галат, мы должны быть в контексте. Не просто вот «А, мне идея пришла, давайте я не могу». То есть, вы делаете о чем? Столько просмотреть предварительно ту идею, чем я обсуждал? Или сразу это и возможности ту идею озвучить на группе? Ну, тут зависит от уровня, конечно. Вот человек, который это принесет, надо смотреть. Конечно. То есть, тут уже вы должны кончить вещать. И уровень группы, наверное. И уровень группы. Если начинающая группа, то… То лучше отфильтровать заранее. Поэтому говорю, что… Давай принеси, посмотрим, рассуждаем, надо ли нам или нет. Тогда группа, она сама разберется. Как раз у нее есть возможность поспориться. Да, порассуждаем над идеями. Дальше поощрите. Посмотрите. Втягивает всех в дискуссию, оценивает высоко предложения и комментарии других, воодушевляет в большей активности, проявляя уважение к идеям и мнению других людей. Вы знаете, я востребляю с моего мужа, который это делаю. Особенно в начале. Вы знаете, когда начинается группа, когда вот, о чем Андрей говорил, а что, если приходится вести ВОЗ? Вы знаете, вот в самом начале, как правило, люди как? Люди как привыкли? Слушать умные мысли от ведущих. А представляете, если у нас вот уже выросла группа, и вот это как раз было в тот момент, когда первые несколько, как бы, новых занятий с новой группой, мы-то привыкли работать, потому что группа сама динамично идет, и мы там в восторге. А тут приходим, и люди сидят. Все сидят и слушают. И правильно. Мы говорим, а что, а как вы думаете? А вы что скажете? А вы что скажете? Или, а вот этот сказал так, и тоже, что где-то слышали на проповеди, читали в толкованиях, в умных книгах. Вы знаете, и вот чувствуешь, внутри вот зреет такое, знаете, раздражение. Вот, ну, в конце как, ну, его, конечно, господи, прости, пожалуйста. Понятно, что люди пришли, чтобы мы помогли им, начальника. Нам проще, потому что мы вдвоем, мы можем друг друга остановить, если что-то. Да, Миша так чувствует, так вот, раздражение. И вдруг мой муж начинает говорить. А мы обсуждали про то, ну, как Бог относится к греху. Какой-то такой был вопрос. К страданию. К страданию. И вот вдруг мой муж говорит, да ладно, я вот так что-то смотрю, вы что там сказали, что он это толкователь? Я, говорит, вот, точно уверен. Знаете, как Бог относится к страданию? Он там сидит, смотрит на землю, говорит, людишки, фу, точно съели это яблоко. Фу, браки, да так вам не надо вообще. И он, знаете, злорадствует, что вот мы-то, вот, вы видели, знаете, сначала начали слушать, кивают, потом смотришь, держишь, фернется в глаза. Михаил, ты что говоришь? А он продолжает, знаете, так со смаком. Я в ужасе, поэтому все. Ну все, это, как мы вчера говорили, имидж портится. Вот, а он, думаю, все, ему мужа понесло. И тут, знаете, группа начала. Нет, да ты что? Да вот знаешь, как это было в моей жизни? А ты знаешь, как я думаю? И говорю, против него. Вот, ну классно. Меня осталось только улыбнуться и сказать, молодцы или нет. Ну, наконец-то проснулись, ну, наконец-то вылезли из скорлупы. Понимаете, вот, ну где-то может, найдите методы, чтобы поощрить людей, ну, быть самим собой. Ну, не надо правильные ответы. Ну, не нужны они нам на группе. Мы с вами учимся мыслить. Группа должна находить жемчужины, а не пользуются чужими правильными ответами. Понимаете? Потому что в Писании там вот, там истина в свободе. Ну, давайте вот мы с вами учимся вот этой истины в свободе. Дальше, следующий вопрос. Выяснитель обладает способностью включаться в дело во время конфликта и неловкой ситуации. Четко выясняет проблему, ее истоки, возможный выход. Значит, замечательно, если вот так вот возникает особенно конфликтная ситуация, и есть человек, который раз, быстрее. Так, вы сказали это, я у вас увидел Тодор, а вы говорите примерно одно и то же, просто разными словами. А потом тоже, а вы как думаете? Знаете, вот замечательно, вот если вот такой человек, вот у нас был такой человек, он юрист по образованию. Знаете, вот мы ему эту роль вообще отдали. У него это так классно получалось, что во всех этих вот неловких ситуациях он настолько, что это ловко как-то вот. И он и всем был хорошо, уютно, и все чувствовали себя полноправными членами. Однажды нам на радио позвонили, как, можно такую предысторию сказать, нет, надо, потому что получается, хороший такой выяснитель у меня есть в семье. Позвонила женщина и говорит, хочу внука окрестить, в церковь, значит, свозить. А родители из внука против, мои дети, не дают. Я, говорит, что придумал? Я, говорит, его в воскресенье позвоню, скажу, гулять пойдем. А сама с ним в такси, значит, в храм, окрещу его там быстренько, обратно привезу на такси и верну родителей, как будто просто погуляли. Как вы считаете, возможно? Ну, я, как человек, значит, работник милиции, говорю, да вы что, как возможно? Это кража детей, кидрепинг всегда уголовно наказуем, там, начал объяснять. А Надя говорит, там, тоже сказала какие-то свои мысли, что этого делать, ну, нечестно нельзя. То есть, вы ребенка на лжи воспитываете? На лжи воспитываете. Повесили трубку, и тут началось, это вообще что-то невообразимое. Звонок. Как вы можете? Что это еще такое? Крестить детей? Что еще за такая ересь? Как вы вообще, Мадридов, мы покажем оператору, отключай, отключай, не надо нам дискуссии. Он звонок сбрасывает, говорит, есть звонок, так, есть у нас вопрос, следующий звонок. Какое вообще воскресенье, взвести детей по субботам? Отключай, отключай, выключил. Мы говорим, дорогие друзья, у нас с вами эфир. Не дискуссионный. Дискуссионный. Звоните только с вопросами. Не срывайте на вашу сеть. Нам показывают, звонок мы. Итак, есть вопрос, какое крещение, вот крещение духом, вот это вот, мы показываем, в общем, минут 20. Вообще, ничего невозможно забрать. Только одни вот эти вот звонки такие, мы говорим оператору, не пропускай их, а он нам пишет, ну да, через компьютер с ним общаемся, он нам пишет, что они говорят вопрос, а сами, значит, обманывают. обманывают в эфир. И тут, я четко, значит, уверен теперь, что Господь через жену может говорить. Не только через заслово, да? это ж не в церкви. Жена мне говорит, значит так, вот все, кто сейчас позвонил, я хочу... Я тебе встану искал. Да, в эфир говорит, значит, жена говорит, я так и сказал, жена говорит, все, кто сейчас только что позвонил, задайте себе вопрос, вы себя назвали христианами, но кто такой христианин? христианин это тот, кто отражает образ Христа. Все вы, кто только что позвонил, вы отражали не Христа, а свою конфессию. То есть, вы позвонили сектанты. Сектанты бывают баптисты, сектанты бывают православные, лютеране и так далее, так далее. Сектанты есть в любой конфессии. Поэтому, я прошу в нашу передачу сектантов больше не звонить. Только христиане. Нет, мне только христиане не сказать, потому что нам звонили, но сказал, сектантам так не звонить. Сектантам больше не звонить. Вы знаете, вот два года мы вели эту программу, ни разу такого дискуса у нас не возникло. Сектантство больше в программе не было. Понимаете? У нас есть, были программы на радио, где там и пасторы вели, и священнослужители, и батюшки приходили. То есть, там дискуссии, да, они подразумевались. Они подразумевались. Наша программа была не дискуссионная, а консульционная. Вы знаете, вот эта вот фраза, человек сразу выяснил проблему, как... Еще даже я ее не видел, мужчина, казалось бы, должен, первый был. Ну, я женщина, задавала вопрос. Она проскандировала это все. Да, это действительно. И знаете, замечательно, вот как правило, выясните ли на группе женщины наступают. Ну, просто обратите внимание. Вот если предлагателем, поочерителем в основном играет роль... В основном, опять же. В основном мужчин. Мы не говорим, что всегда так. Но вот выясните, это как правило, женщина. Потому что женщины видят вот эти все... Да. То есть, как бы вот эти вещи вы тоже для себя как бы понимаете, что это, ну, вложено в нашу женскую, будем так говорить, физиологию, то, как устроен наш мозг, да, женский. Следующая роль, аналитик. Тщательно исследует все вопросы, внимательно взвешивает все предложения, и никогда не предлагает не принимать решения, прежде тщательно все не обдумав. Ну, это тоже все... Понятно, да? Понятно, да? У нас тоже был... Наша группа была благословением, у нас было несколько человек, которые окончили там духовные семинарии, были там обличенные люди, там, высокого такого ранга. Все проанализируют. Слава Богу, такие люди, когда бывают на группе... Замечательно. Да, это вот еще там, еще в первом веке, я помню, мы изучали историю христианства, когда они еще в пещерах начинают это все, знаете, замечательно. Исследователь постоянно двигается к разнообразным новым формам деятельности, никогда не довольствуется очевидными традиционными точки зрения. У нас была одна пара была на группе, они... Почему, говорим, была, потому что, мы в Москву уехали, вот эти два года мы выпали, вот мы хотим опять начинать сейчас, потому что люди просят нас опять начинать ее. Так вот, эта пара, он работник очень серьезных органов. Вообще, то, что они пришли к нам на группу, это было для нас просто удивительно, как бы принято в христианском мире, что такие, только дело, что гонят христиан. Понимаете, вот один из... И вот как раз вот эту роль, эта пара играла совершенно замечательно. Вот это его умение, вот это все увидеть, вычленить, выяснить, ввести в этот рамс, видеть с новой позиции, с новой точки зрения, вообще восторг. Сначала она не пришли, нам показалось, что он, ну, как бы, нападает на группу. Нет. Он сразу начал играть в роли исследователя. Вообще, замечательно. Примиритель. Держит гармонию между членами группы, между теми, кто не может найти общего языка друг с другом, стремится найти решения, приемлемые для всех. Ну, тут тоже понятно, тут опять же, тут могут играть и мужчины, и женщины, это уже видно в характере, вот умеет этот человек делать или не умеет. Тоже, однажды на радио был такой вопрос, что снизить, как ее. Ну, я из своего опыта пытался там объяснить, что там надо и ковры повесить, там как-то и с соседями поговорить, что они могут предложить, ну, такие всевозможные. И тут же звонит одна женщина, говорит, а все очень просто, решайте-то, подумайте. Вот, я взяла газету, прямо вот она сейчас перед нами лежит, и написано, лечим храп за один сеанс. Медицинским там, какими-то способами. Я говорю, знаю, у меня тут несколько моих слов. пускай позвонят, вот весь телефончик, раз его назвала. Там делают небольшую операцию. Я там, наверное, минут 5-6-8 потратил на то, чтобы выяснить, как, чего, зачем. А она раз так, и примирила у всех. Да, да. И, знаете, обязательно, вот в группе есть такой человек, который тут же, как-то совершенно на иначе, раз, и предложение внесет. Важно вот, понимаете, этому человеку дать возможность высказаться. И следующий, синтезатор. Который все различные идеи и точки зрения соединяет в одно целое. Вот у нас был человек, у него большая своя клиника, он врач, у него частная такая большая клиника нашего города. Вы знаете, ну и то, что он менеджер, то, что он еще врач, точные науки, вы знаете, ну это не мозг, это какой-то, вот эти, такой компьютер. Вот все, что было на группе, он синтезировал. И вот вопрос, кто делает режиме, как правило, Михаил и вот этот мужчина. Раз, и все это, знаете, четко, жестко, реально так классно и замечательно, никаких вопросов уже не изникало. То есть, важно увидеть этих людей. Вообще, кто у нас, что у нас. И помочь развитием таланта. Вообще, важно помнить, что все роли проявляются в общении, на группе. Поэтому, у каждого есть какая-то роль. И помочь человеку перейти от незрелой роли к зрелой. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok